Компания Samsung готовится и активно работает над смартфонами серии Galaxy S24, ведь им придется конкурировать со смартфонами линейки iPhone 15. А это значит, что нужно выкатить что-то крутое и грандиозное. Есть ли чем удивить у Samsung? Сейчас попробуем разобраться. А в конце поговорим о Galaxy Fold 5 и Galaxy Flip 5, которые получат интересные нововведения и в каком-то роде станут революционными. Сейчас все обсудим, но перед началом рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Вы на канале Копипаста, у микрофона Антон. Поехали! Интернет становится все более закрытым и небезопасным. Чтобы это исправить, нужно пользоваться VPN-сервисами. Рекомендую попробовать HitVPN. Это быстрый, доступный и удобный VPN-сервис. Заходим в Telegram, вбиваем HitVPN в поиск, жмем начать и подключаем VPN. Выбираем операционную систему и следуем инструкции. Все безумно просто и удобно. Цена всего 100 рублей в месяц. Скорость тоже радует. Для моих задач хватает с головой. Ну а если сомневаетесь, то первый месяц бесплатно. Можете установить и попробовать. А за каждого друга, которого вы пригласите, вы получите 50 рублей на баланс сервиса. Ссылку на VPN найдете в описании. Ну а мы переходим к новостям. Итак, первой новостью поделился портал Galaxy Club. По их данным, смартфон Galaxy S24 Ultra может получить совершенно новую конфигурацию камер. Вместо сенсора с трехкратным оптическим зумом будет использоваться камера с пятикратным. Если проще, то Samsung заменит свой обычный телевик на более прокачанный, а основной перископный сенсор сохранит свой десятикратный зум. Вполне вероятно, что это будет сделано потому, что приближение ниже пятикратного можно реализовать посредством кропа с основной камеры, благодаря ее огромному разрешению в 200 мегапикселей. Однако к этой информации стоит относиться со здравой долей скептитизма, особенно учитывая, что инсайдер Ice Universe, пожалуй, главный инсайдер из мира Samsung, поделился своими данными. Так, смартфон Galaxy S24 Ultra будет иметь следующую конфигурацию сенсоров. Основной 200-мегапиксельный Samsung HP 2, сверхширокоугольный Sony IMX 564 с разрешением 12 мегапикселей, телеобъектив Sony IMX 754 на 10 мегапикселей с трехкратным оптическим зумом, телеобъектив Sony IMX 754 Plus с разрешением 10 мегапикселей и десятикратным оптическим зумом, и фронтальную камеру на 12 мегапикселей. То есть, по сути, изменения будут минимальными, и смысла в обновлении я вообще не вижу. По крайней мере, сейчас Ice Universe тоже недоволен данной ситуацией и привел таблицу, в которую показал, как менялись характеристики сенсора в iPhone, и там изменения были каждый год. Это наглость, и с этим нужно что-то делать, ведь смартфон Galaxy S24 Ultra – это флагман, и от него ожидаешь всего самого лучшего. Да что уж там говорить, если в iPhone'ах дисплеи производства Samsung устанавливают более качественные. В Galaxy S23 Ultra пиковая яркость 1750 нит, а в iPhone 14 Pro Max – 2000 нит. А стоят смартфоны плюс-минус одинаково. Так что тут, конечно, Samsung нужно убрать свою жадность и выпустить по-настоящему хороший продукт. Но не все же ругать, будут и позитивные моменты. Как сообщает портал Gizmo China, Samsung Galaxy S23 и Galaxy S23 Plus получили от 8 гигабайт АЗУ, а модель Ultra поставляется в вариантах с 8 гигабайтами и 12 гигабайтами. Предположительно, Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus получат от 12 гигабайт оперативной памяти. Что касается внутреннего хранилища, то Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus в базовой версии получат 256 гигабайт памяти, а Galaxy S24 Ultra станет первым устройством бренда с 16 гигабайтами оперативной памяти. Покупателям будут доступны версии с 256 гигабайтами, 512 гигабайтами и 1 терабайтом флэш-памяти. Ну и под конец о Galaxy Z Fold 5. И хотя многие инсайдеры, включая Ice Universe, говорят, что отличий от 4 фолда будет мало, самое главное это новый шарнир, благодаря которому не будет щели между половинками, а изгиб будет практически незаметным. Это круто и видно, что в Samsung делают ставку именно на гибкие решения. Galaxy Z Flip 5 тоже прокачают, внешний экран станет значительно больше, а главное полезнее. К примеру, у Flip 5 будет уникальный режим работы Google Maps, именно для внешнего дисплея. Смартфон позволит прокладывать маршруты без необходимости раскрывать смартфон и пользоваться основным экраном. Также, вероятно, новинка получит специальные режимы для работы с YouTube и Messages. Все благодаря сотрудничеству с Google. Оба гибких гаджета покажут уже совсем скоро, предположительно в июле. А вот смартфоны линейки Galaxy S24 придется подождать, ведь традиционно их покажут в начале 2024 года. А каких нововведений в смартфонах серии Galaxy S24 вы ждете? Ваши мысли по этому поводу мы, как и всегда, ждем в комментариях к видео. Все комментарии мы обязательно читаем, а на самые интересные с радостью отвечаем. Ну и самое главное, что вы можете сделать, это подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Вы были на канале Копипаста, у микрофона Антон, до связи!